Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу рассказать про одну косметику, уходовые средства, которые я недавно для себя открыла совершенно случайно. У нас в городе открылся новый органический магазин с органической продукцией. И я зашла посмотреть, что там продается. Некоторые марки для меня были новые, я о них ничего не знала и не слышала. И взяла на пробу протестировать. Давайте начнем вот с такого средства, которое я взяла попробовать для себя. И, кстати, скажу, что все представленные средства в данном магазине, ну и на, соответственно, у меня здесь. Все они производятся у нас в России. У них у всех очень хорошие составы, нет никаких вредностей, нет СЛС, парабенов, феноксиэтанолов. И у них маленькие сроки годности. Что-то годное 3 месяца, что-то 6, что-то 9. Видите, ну максимальное, по-моему, до года что-то там было представлено. Итак, первое, про что я хотела бы сказать, это вот такой тоник. Тоник серум называется. Фирма Квизос, если я правильно ее называю. Ну вот здесь вот написано, в принципе, можно видеть. Вот так вот называется эта фирма. Я взяла тоник, называется Антонио. У них все тоники почему-то разделены по названиям. Это супер увлажняющий тоник с матирующим эффектом. Что заявлено, должен делать этот тоник. Это увлажняющий тоник сыворотка для лица. Изготовлен из гиалуроновой кислоты с эфирным маслом и гидролатом шалфея. Мягкое очищение, глубокое увлажнение, матирующий эффект для сухой кожи, склонной к потере упругости. На вид этот тоник как обычная водичка, бесцветная. С очень легким, едва уловимым запахом. У него не очень удобная, на мой взгляд, вот эта горлышко, в плане того, что тут нет никакого дозатора. И когда я выливаю тоник на ватный диск, у меня выливается либо очень мало, либо очень много. Вот это мне не понравилось в данном тонике. Это минус. Немножко не доработана вот эта вот часть. Здесь объем 100 мл данной бутылочки. Что по действию? Действие тоника мне понравилось очень. Оно действительно шикарно просто увлажняет кожу, ни капельки не сушит. Очищает отлично, освежает. Если у вас даже, ну, жирную кожу понятно, что сушить сложнее. Но даже если у вас сухая кожа с какими-то шелушинками, то тоник тоже отлично подходит. Он ни капельки не стягивает после его применения кожу. Отлично моментально впитывается, поры не забивает. Не скажу, что он как-то очищает сильно поры, но в то же время их слегка, совсем чуть-чуть даже стягивает. Очень мне понравился эффект нанесения на кожу. Когда вы его наносите, такое чувство, что вы наносите что-то нежное, воздушное между гелем и водой, но очень приятной липкости на коже никакой не оставляет, дискомфорта нет, аллергии, раздражения ничего у меня не вызвало. Отличный тоник, очень мне понравилось. В серии есть много различных вариантов для разных типов кожи. Обязательно возьму еще какой-нибудь на пробу. Следующая продукция. Это уже вся она у меня одной. Это вот это и вот это. Это все одной фирмы, которая называется Шоколэте. Вот сверху написано. Можно посмотреть, как правильно называется эта фирма. Про данную фирму я читала. Выпускает она свою продукцию с 2009 года. Находится в Новосибирске. Составы также все отличнейшие. Просто придраться не к чему. Вот это у меня гидролат лаванды. 100% натуральный гидролат со стандартным распылителем, который хорошо распыляет данный продукт. Не слишком мелко, но и не слишком крупно. Как раз вот среднее такое распыление мне нравится. Что заявлено он делает? Нежно очищает, увлажняет, охлаждает и тонизирует кожу. Оказывает антисептическое, противовоспалительное и успокаивающее действие. Устраняет шелушение, раздражение, покраснение кожи. Нормализует работу сальных и потовых желез. Сужает поры. Придаёт коже и волосам приятный нежный аромат. Лаванды оказывает дезодорирующие действия. Подходит для ухода за любой кожей. Подписываюсь под каждым словом, что здесь написано. Мне очень понравился этот гидролат. Запах лаванды. Я люблю лаванду. И мне очень понравилось, как пахнет вот этот тоник. Он не сильно, как-то вот бывает, некоторые затхло пахнут. Он пахнет приятно. Не навязчиво. Очень довольно-таки быстро выветривается, если его наносить на лицо. То есть никакого нет дискомфорта и сильно навязчивого запаха. Ни липкости, ничего этого нет. Прекрасно увлажняет кожу. Мне кажется, даже как-то выравнивает её. Освежает. Подходит действительно и когда кожа шелушится, и когда жирная кожа. То есть никаких проблем нет. Очень-очень мне понравилось это средство. Довольно просто безумно. Обязательно также повторю эту покупочку. Следующее, что я хотела показать, это вот такой витаминный фреш. Он называется. Это витаминно-питательная маска для всех типов кожи. Восстановление здорового цвета лица и снятие следов усталости. Обладает омолаживающими, укрепляющими, питательными и тонизирующими свойствами. Маска вот эта действительно очень хорошо питает кожу, укрепляет её. Даже не нужно после неё наносить какой-то крем, совершенно не обязательно, потому что лицо настолько напитанное и увлажнённое, и в общем сияющее даже, я бы сказала, что ни капельки она не стягивает, не сушит. Мне кажется, конечно, для жирной кожи на лето она будет слишком тяжеловата, потому что после того, как вы смыли эту маску, на коже чувствуется небольшое наличие масел, что ли сказать. То есть, как будто бы вы намазались перед этим чем-то масляным и вот убрали, вроде бы помыли, промокнули, но вот эта небольшая маслянистость осталась. Вот от этой маски такое и есть. Поэтому для зимы отличная вещь, для лета, я думаю, не подойдёт. Она, во всяком случае, для жирной кожи. Состав просто отличнейший. И на втором месте тут стоит овсяная мука. И вот по поводу этого я хотела сказать, что запах у неё не очень приятный. Как раз напоминает овсянку и вот что-то такое подобное. Когда я её нанесла на лицо, дочка мне сказала, мама, ты что, кашей намазалась, что ли? Настолько это было похоже. Вот так вот оно выглядит. Так выглядит эта маска. Минус в том, что она не очень экономичная. Быстро довольно-таки расходуется, как мне кажется. И вот запах, запах неприятный. Сразу скажу, но эффект, эффект мне нравится. На зимнее время я думаю, что вполне, вполне очень отлично. И даже я, возможно, повторюсь, если она у меня закончится, пока не закончилась зима, скажем так. Состав, как я уже говорила, отличный. Но, наверное, не буду всё перечислять. Скажу только, что здесь ещё есть глина жёлтая, пюре тыквы, чёрная смородина, малина, масло апельсина, виноградная косточка, персик, ши, авокадо. В общем, шикарнейший состав. Хорошая маска. Следующая масочка, которую я взяла, это уже маска для кожи вокруг глаз. Для ухода за кожей век тоже называется Fresh Pie. Маска для глаз. Снимает отёк, уменьшает тёмные круги под глазами, разглаживает мелкие морщинки. Что могу сказать про эту маску? Действительно заметила, что уменьшает тёмные круги под глазами и снимает отёк. Вот это я заметила. Насчёт разглаживания мелких морщинок, ну, в принципе, может быть, что-то немножечко и есть. Но я сомневаюсь, что что-то может вообще сильно разгладить морщинки. При нанесении на кожу этой масочки сначала, во всяком случае, мою кожу, почему-то она щипала, но буквально секунд 30. Потом эти неприятные ощущения прошли, и всё было замечательно. Запах у неё тоже, как у предыдущей маски, не очень приятный. Опять же, из-за того, что состав отличный. В его составе есть пюре картофеля. Оно даже немного чувствуется. Глина белая, рисовая мука, масло какао, шик, кунжут, авокадо, зародыши и пшеницы, экстракты арники, алоэ вера, петрушки, овса, хвоща, концентрат коллоидного серебра. Да, тоже замечательный просто состав. Очень хороший срок годности, кстати, у этих двух масок всего-навсего 9 месяцев. То есть не так уж и много. Вот эта маска очень экономичная, в отличие от предыдущей. Хватит, мне кажется, её очень надолго. Наверное, даже не успею использовать за эти 9 месяцев. И придётся, наверное, на лицо наносить. Вот так вот она выглядит. Тоже похоже на пюре или на кашу. Ну, собственно, на втором месте идёт картофельное пюре. Вот оно чем-то и напоминает. Как я уже сказала, запах не очень приятный, но эффект мне понравился. Маски наносить, что эту, что вот для лица на 10-20 минут, а потом смыть водой. Вот такие продукты. И в подарок мне дали пробничек молочко-крем для тела, нероли, жасмин. Натуральный крем на основе молочной сыворотки с маслом нероли и жасмина. Сейчас покажу, как оно выглядит. Вот так выглядит данное молочко. Я им уже пользовалась. Пользовалась не один раз. Мне понравилась. Очень быстро впитывает и хорошо увлажняет кожу. Снимает шелушение. Кожа нежная, гладкая. Но у него очень сильный запах. Возможно, кто не любит сильные запахи, то это средство не подойдёт, не понравится. У меня запах на коже сохраняется, наверное, в течение часа. А может быть, даже и больше. Ну, довольно-таки долго. Я сначала даже не поняла, от чего это у меня пахнет. То ли там шампунь, кондиционер или ещё какое-то средство. Потому что очень-очень сильный запах. Он не неприятный. Мне понравился. Пахнет хорошо. Хоть жасмин и нейроли довольно-таки сильные запахи. Ну, такие, как сказать, тяжёлые даже. Не то, что сильные, а тяжёлые. Но он больше напоминает что-то цитрусово-ванильное. Ну, для меня. Мне так показался этот запах. А вообще, очень неплохое средство. Ну, даже, возможно, и куплю полноразмерную версию. Вот такие продукты я взяла на пробу. Буду обязательно тестировать их дальше. А что-то ещё покупать из ассортимента магазина. Потому что средства мне понравились. Действительно стоящие. Цена у них приемлемая. Да, хочу сказать, вот сколько стоило. Масочки я покупала по 250 рублей. Водичка 150 гидролат. И тоник, если не ошибаюсь, тоже 250, по-моему, был. То есть, вполне-вполне очень неплохие цены. За натуральную, органическую косметику, не содержащую никаких вредностей. На этом я видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание. И до новых встреч.